Тот, кто поклоняется божеству в храме, но не знает, что Верховный Господь в виде параматмы находится в сердце каждого живого существа, пребывает в невежестве и подобен человеку, бросающему жертвенные дары в золу. Комментарий. Здесь ясно сказано, что Верховный Господь в образе сверхдуши, которая является его полной экспансией, пребывает в сердце каждого живого существа. Существует 8 миллионов 400 тысяч видов материальных тел, и Верховная Личность Бога находится в каждом из них, как индивидуальная душа и как сверхдуша. Индивидуальная душа является частицей Верховного Господа, поэтому можно сказать, что Господь в форме индивидуальной души пребывает в каждом теле. Он же в образе сверхдуши входит в сердце каждого живого существа, чтобы наблюдать за его поступками. И в том, и в другом случае главным является то, что Бог находится в теле каждого живого существа. Поэтому люди, которые считают себя приверженцами какой-либо религии, но при этом не сознают, что Верховная Личность Бога находится в каждом живом существе и во всем сущем, находятся под влиянием гун и невежества. Человек, который привязан к ритуалам и обрядам, совершаемым в храме, церкви или в мечети, но не обладает этим элементарным знанием о вездесущности Господа, похож на того, кто, совершая жертвоприношение, льет масло в залу, а не в огонь. Во время жертвоприношений жрецы льют в огонь топленое масло и читают ведические мантры. Однако, если они будут повторять мантры и тщательно следовать всем предписаниям, но при этом лить топленое масло в залу, то жертвоприношение не принесет желаемого результата. Иными словами, ни к одному живому существу нельзя относиться пренебрежительно. Преданный должен понимать, что даже в муравье находится Верховный Господь, поэтому к каждому живому существу следует относиться с любовью и стараться не причинять ему вреда. В современной цивилизации скотобойни стали обычным явлением. Более того, некоторые религии даже освещают их, освещают их существование своим авторитетом. Люди не обладают знанием о том, что Бог находится в сердце каждого живого существа, а без этого знания пресловутый прогресс человеческого общества, как духовный, так и материальный, является ничем иным, как прогрессом в гуне невежества. Итак, данный стих утверждает, что нам необходимо научиться видеть Бога не только в божестве, в храме, но повсюду. Если же мы вырвем этот текст из контекста, из его окружения, то выводы, к которым мы придем, могут оказаться очень неожиданными. Предположим, мы можем прийти к такому выводу, поскольку Бог повсюду, нам не обязательно поклоняться Его божеству в храме. Вместо этого мы можем поклоняться скале, или реке, или другим явлениям природы. И неудивительно, что в мире находятся такие люди, которые говорят подобные вещи. Или мы можем сказать, что Бог не в любых людей, поэтому вместо того, чтобы предлагать пищу божеству, мы будем кормить бедных. Мы будем поклоняться всем беднякам, поскольку в них есть Бог, они и есть Бог. And this is what we call Dharidra Narayana, we see the poor people as God. Такая философия даже имеет свое название, Dharidra Narayana, когда к бедняку относятся как к Богу. And this idea is propagated in India a lot. В частности, эта философия распространена в Индии. Но если мы посмотрим в контексте, то увидим, что этот текст является первым из шести текстов, описывающих поведение предного Господа. И анализировать сегодняшний стих нужно в связи с остальными. Также мы можем найти подобные тексты, описывающие видение Бога повсюду и во всем и во всех, но эти стихи описывают видение гьяни и видение йогов. Такие тексты мы можем найти в Бхагавадгите во второй и в пятой главах. Такие тексты можно найти в Упанишадах. В частности, в Иша-Упанишаде. И такие тексты можно увидеть в других местах Бхагаватам. Иногда эти тексты можно истолковывать как видение гьяни или йоги, а иногда как видение преданных. Например, если мы будем читать с вами 12 главу Бхагавадгиты, где описывается преданный, то там мы встретим похожие стихи. Иными словами, похожие наставления приводятся для разных типов людей. Конечно, наставление может казаться одним и тем же, но разные люди, которые слушают это наставление, будут видеть в нем разное. Например, имперсоналисты, последователи имперсональной философии будут трактовать этот стих таким образом. Все живые существа это дживы, но дживы являются частичками Брамана, верховной истины, абсолютной истины. Под влиянием невежества Браман сейчас разделился на отделенные частички, которые называются дживами. Но стоит этой иллюзии спасть, и мы увидим, что это все лишь иллюзия. Когда она спадет, мы увидим, что это все единый Браман. Иными словами, эти такие тексты, они используют как доказательство того, что все, что мы видим в этом мире, суть иллюзия, но на самом деле существует лишь только Браман. Те йоги, которые медитируют на Параматм, будут трактовать данный стих следующим образом. Они будут видеть в нем описание Параматмы, сверх души, пронизывающей все в этом мире. Конечно, такое понимание немного превосходит обычное, имперсональное, безличное понимание Бога. Поэтому, заручившись таким пониманием, мистик будет видеть сверх душу в каждом живом существе. К сожалению, многие из этих йогов, практикующих йогов, пытаются слить свою атму с Параматмой. Поэтому, по факту, результат их практики очень сильно напоминает результат предыдущей практики, безличной. Но предные не принимают ни ту, ни другую точки зрения. Поэтому, предные принимают эти стихи, о том, что Господь пребывает повсюду. Как же? То есть, предные совсем по-другому понимают значение этого стиха, таких стихов о том, что Господь пребывает повсюду. Конечно, если мы посмотрим с вами определение преданного, которое приведено в одиннадцатой Песне Бхагаватам, то мы увидим, что даже Каништа Адикари описан как человек, который поклоняется Господу в форме Божества. Но при этом он совершенно не выражает должного почтения преданным. Это очень похоже на то описание, которое приводится в сегодняшнем тексте, где говорится о человеке, видящем Бога в сердце другого, то есть Бога, видящего, но не уважающего других живых существ. Затем в одиннадцатой Песне мы читаем описание Мадья Мадья Кари, которое очень сильно разнится с сегодняшним. Он видит, что между разными живыми существами, разными дживами, есть разница. Некоторые живые существа противопоставляют себя Богу, и таких называют демонами. И Мадья Мадья Кари избегает общения с такими людьми. Также он видит другие живые существа, которые настроены нейтрально. Они лучше предыдущих, поэтому он общается с ними в целях проповеди. Затем есть третья категория людей, это преданные. И с такими людьми Мадья Мадья Кари с удовольствием общается. Иными словами, Мадья Мадья Кари в принципе не видит всех едиными или равными, он видит всех разными. Конечно же, в каждом из них находится параматма, но отношения с ними он строит по-разному. Однако, когда мы читаем описание Утамадь Кари, то мы видим, что оно, в свою очередь, опять очень похоже на сегодняшний текст. Утамадь Кари видит Господа повсюду и все, находящимся в Господе. Читая такое описание, последователи безличной философии, имперсоналисты могут возликовать. И они могут сказать, ага, смотрите, в конце концов, результат практики предности приводит к тому, что человек становится имперсоналистом. Но нам с вами нужно научиться видеть разницу между имперсоналистом и возвышенным преданным. Более того, Бхагаватам совершенно ни во что не ставит имперсоналистов. И поэтому чистый преданный или Утамадь Кари совсем отличается от такого человека, от имперсоналиста. И разница в том, что Утамадь Кари видит, что все живые существа, по сути своей, преданные Господа. И не просто все живые существа, но все предметы вокруг преданные Бога. В пример он приводится, жители Вриндавана, гопи. Когда гопи смотрят на реку, они понимают, что ряда река служит Кришне, она его преданная, поскольку свои волны она предлагает Кришне. Либо же они видят деревья, которые, склоняясь своей ветви под тяжестью плодов, тем самым кланяясь к Господу. Иными словами, преданный, который наделен любовью к Богу, премой, что бы он ни увидел, он видит, как это связано со служением Господа. Иными словами, он видит все в связи с служением Господу. И даже демонов, такой преданный, умудряется видеть, как слуг Господа. В то время как имперсоналист, который тоже вроде бы видит Господа повсюду, тем не менее старается слиться с Господом. Ну, давайте вернемся к Мадьи и Мадикари. Кажется, что его описание сильно отличается от того, что написано здесь. Кажется, что он не видит Господа повсюду. Но в этих стихах, в этой череде текстов, Бхагава там объясняется. Все эти тексты рассказывают о том, как преданный видит Господа повсюду и относится ко всем равно. А затем идет череда других текстов, которые говорят совершенно противоположную вещь. Там приводится классификация живых существ, начиная с низших форм растений. Затем говорится о животных. Есть низшие животные, а есть высокие животные формы. Затем мы подходим к людям. И есть низшие формы человеческой жизни, а есть высшие. И среди высших форм человеческой жизни мы читаем о браманах. И среди браманов также есть определенная градация, венчают которые те браманы, которые по-настоящему следуют наставлениям Вет и Парампоры. Но выше них мы также узнаем о преданных. Итак, хотя в данном тексте приводится описание того, что необходимо видеть всех равными и Господа в каждом, тем не менее, в своей жизни мы должны делать практически различия. Смысл в том, что преданный должен научиться уважать преданных. Конечно, безусловно, Господь находится в сердце каждого живого существа, но преданный Мадья Мадья Кари выражает особое почтение преданным Господу. Он избегает общения с непреданными, с демонами, поскольку он понимает, что это негативно отразится на его личном бахте. Поскольку, если он будет с другой стороны, также если он будет им проповедовать, то они начнут в ответ оскорблять его и Господа, и это еще сильнее, еще хуже отразится на их сознании. И он понимает, такой преданный понимает, что единственная и настоящая удача для живых существ — это принять метод преданного служения бахте. И также он понимает, что сам он будет развиваться в бахте лишь благодаря общению с преданными. Иными словами, общение с преданными — это величайшая ценность для Вайшнава. Почему? Причина в том, что бахти живет в преданных. Конечно, Господь, как параматма, пребывает в каждом живом существе, но мы не видим, чтобы бахти проявлялась через каждое живое существо. Что говорить о растениях или животных, но даже не среди всех людей мы видим, чтобы в них проявлялась бахти. Но есть определенные категории людей, которые называются преданными, и в них мы можем увидеть бахти. Именно по этой причине Господь Чайтанья Махапрабху в Чайтане Чаритамрите говорит, что живое существо получает семечко бахти по великой удаче. И стоит живому существу получить это семечко бахти, можно сказать, что он уже освободился от рабства материального мира. Если человек стал преданным Господа, то мы можем сказать, что его настигла величайшая удача. Безусловно, Господь совершенен, и он ни в чем не нуждается, его называют Атмарам. Но в то же время в его сердце живет великое сострадание по отношению к живым существам. Также он становится бахтавацалой, проявляет любовь и привязанность к своим предным. Более того, сам Господь счастлив и наслаждается жизнью благодаря отношениям с преданными. И кроме того, сама джива, живое существо, испытывает счастье только в отношениях с Господом. Поэтому в тот момент, когда джива становится преданной Господа, сам Господь испытывает счастье. Почему? Потому что теперь эта джива способна будет испытать высшее счастье. Поэтому преданных всегда влечет Господу. Что же это за бахти такая, которая привлекает преданных к Господу? На самом деле это бахти является частью Верховного Господа. Бахти не является каким-то материальным методом. Бахти — это не что иное, как духовная энергия, духовная шакти. В духовном мире у Господа есть сварупа-шакти или чит-шакти. Это очень разнообразно от майя-шакти, который проявляет материальный мир. Майя-шакти — суть невежества. Но бахти-шакти — это чистейшее блаженство. Исполненное знание. Вечное. Более того, говорится, что бахти — это лучшее, что есть в Хладини-шакти. Иными словами, бахти вечно является неотъемлемой частью Верховного Господа. Материальную энергию мы называем бахиранга-шакти, или отделенной энергией Господа, внешней энергией. Но внутренняя энергия, или духовная энергия чит-шакти, является неотъемлемой составляющей самого Господа. И уже в рамках чит-шакти существует огромное разнообразие энергий, и одна из них — это бахти-шакти. Итак, она всегда с Кришной в духовном мире. Однако, так уж случается, что она проявляется и в материальном мире. И где она проявляется? В преданных. Поэтому, преданные, по сути, являются воплощением бахти в материальном мире. Если мы ищем бахти, то мы должны обратиться к преданным. Человек может очень хорошо знать Писание, или быть развитым в других сферах жизни. Но если у него нет бахти, то все это бессмысленно. И мы видим здесь, что есть градация преданных, есть каништхи, начинающие преданные, мадьяма преданные, и уттама — высшие категории. И поскольку бахти, по определению, находятся в сердце каждого из этих преданных, мы должны уважать каждого из них, какой бы категории он ни относился. Поскольку Господь находится, непременно находится там, где есть бахти. Конечно же, Господь находится в каждом виде параматмы. Но в случае преданного, Господь проявляется как бхагаван. Поэтому именно через посредства преданных, бхагаван проявляется повсюду в этом мире. И поскольку порой бывает сложно отличить преданный перед нами или непредный, поэтому говорится, что необходимо почитать и уважать каждого. По крайней мере, мы избежим оскорблений в адрес преданных. И более того, в Бхакти Расамрита Синду мы читаем о 64 методах или ангах преданного служения, и 20-я анга гласит, что нельзя причинять вред ни одному живому существу. Но в то же время мы понимаем, что преданные, в особенности мадья-мадьякари, особенное предпочтение отдают преданным. И, конечно же, бывает, мадья-мадьякари бывает тоже непросто различить, кто преданный, кто непреданный, какого уровня преданный, и какое почтение нужно выражать этому живому существу. Поэтому тот преданный, который научился делать эти различия и правильно выражать почтение, вот он может, на самом деле, развиваться в духовной жизни. Человек может развиваться духовно в том случае, если он научился различать между разными видами живых существ и между разными уровнями преданных. Конечно же, ута-мадья-мадьякари совсем по-другому себя ведет. Однако мы видим, что в основном проповедует именно мадья-мадьякари. Он делает эти различия, он различает живые существа, он избегает демонов, он проповедует невинным людям, и он общается с преданными. Однако, конечно же, в свою очередь, даже не выражает должного почтения преданным. Так что у нас есть хорошая новость, по крайней мере здесь все мадья-мадьякари. Джива Госвами говорит, что если преданный поклоняется божеству храме, но при этом не почитает преданных, то фактически он не понимает сути писания. Может быть, под влиянием воспитания, которое он получил, или каких-то семейных традиций, он идет в храм, кланяется божеству, может быть, возносит молитвы. И такого преданного называют каништа-адикари. И к величайшему, к величайшей нашей удаче, у нас всегда есть возможность получить духовное знание. В нашем распоряжении есть огромное множество книг, прочитав которые, мы можем узнать о том, какова природа живого существа Дживы, какова природа Верховного Господа и природа этого материального мира. Но это даже не все, мы можем получить еще более возвышенное знание. По сути, в этом как раз и есть смысл Бхагаватам. Бхагаватам существует для того, чтобы мы могли извлечь из него высшее знание. Конечно же, прежде всего мы должны научиться различать между Дживой и Верховным Господом, понять, что мы не являемся Верховным Господом. Следующий этап называется Бхагти, или установление взаимоотношений между Дживой и Богом. Однако Господь очень загадочная личность. С одной стороны, Он один, но с другой стороны, Он многолик. Безусловно, есть лишь один Высший Дух, одно Высшее Живое Существо. Однако, могущество Его невообразимо и удивительно, поэтому Он принимает разнообразные облики. Более того, Он принимает не только человеческий облик, но также и другие виды жизни. Иногда Он принимает даже бесформенную форму, которая называется Браман. И также у Него есть облик такой в общих чертах, который называется Параматма. Он создает этот мир и поддерживает его. И также Он приходит в других обликах, как черепаха, как рыба, как змея, или как птица. Более того, Он приходит как царь, или как пастух. В каких-то воплощениях Он необычайно большой, иногда Он очень маленький. Также Его воплощения имеют разные цвета. Иногда это зеленое воплощение. Иногда черный. А порой белый. Иногда красный. А иногда желтый. Так мы можем совсем запутаться, как же это? Бхагаван приходит в столь многих обликах и являет такие разнообразные деяния. И для того, чтобы помочь нам разобраться во всей этой путанице, существует Бхагаватам. Конечно же, Господь приходит в многообразных формах и занимается разнообразной деятельностью, но Бхагаватам все сводит к одному выводу, что нам необходимо поклоняться Кришне. Почему? Потому что это ради нашего же блага. И каково же благо мы можем извлечь? Кришна хочет наделить нас величайшим блаженством. Итак, Кришна является высшим воплощением всех многообразных деятельностей, всех многообразных воплощений Верховного Господа. Единого Верховного Господа. Поэтому его называют Акила Расамрита Мурти, что означает воплощение всех рас. И раса, санскритское слово раса, означает вкус. Когда мы говорим о вкусе, мы имеем в виду хороший вкус. А хороший это какой? Это сладкий. Поэтому его называют Расамрита. И Кришна является высшим воплощением всего самого хорошего вкуса. В самой сгущенной форме. И поэтому, если мы понимаем Кришну, то мы можем испытать этот высший вкус. Таким образом, Бхагаватам приходит к выводу, просто поклоняйтесь Кришне. И сейчас, безусловно, очень хорошее время для этого. Поскольку нам посчастливилось родиться в Кали-югу, во время, которое пришло после воплощения Господа Кришны, и после того, как явился Шримад Бхагаватам. Более того, всем нам выпала удивительная возможность получить милость Шитани Махаправу. Который специально пришел в материальный мир, чтобы принести нам Кришну. Кто же может принести кому-то Кришну, кроме самого Кришны? Ведь Кришна является наивысшим живым существом. Поэтому Шитани Махаправу это сам Кришна, Сваям Бхагаван. И приходя в эту Кали-югу, Господь Шитания приносит нам, падшим живым существам, Кришну. И не только Кришну, но Радху и Кришну. Так же мы видим, что сам Шитания Махаправу наслаждался чтением Шримад Бхагаватам. И, конечно, все ценности Бхагаватам это показать Радха и Кришну. И Бхагаватам, в конце концов, нужно для того, чтобы мы познакомились на его страницах с Радхой и Кришной. Таким образом, на нашу с вами участь выпала удивительная удача. Мы не просто получили Бхагаватам, но мы получили Бхагаватам по отношению к Радхе и Кришне. И вот именно такое благо мы можем извлечь из изучения Шримад Бхагаватам. Бхагаватам называется самым спелым плодом древа желаний, Вед. Конечно же, Бхагаватам это сам плод, который находится на самом верху этого древа, поскольку Кришна является высшим проявлением Господа. Но когда мы видим фрукты, находящиеся на самой вершине кроны дерева, то мы понимаем, что добраться туда будет очень непросто. Эти плоды находятся слишком высоко, до них не дотянуться. Таким образом, самые высоко растущие плоды, как правило, сложнее всего достать. Поэтому как можно достать эти плоды? Нужно, чтобы кто-то взобрался на крону дерева и залез на самую верхнюю ветку. Но как же он спустит эти плоды вниз? Ведь фрукты очень мягкие и нежные. Единственное, как можно спустить плоды оттуда сверху, это передать другому человеку, который, в свою очередь, передаст третьему, а то четвертому и так далее, пока фрукт не окажется у нас в руках. И точно таким же образом, Бхагаватам можно получить лишь из рук или из уст чистого преданного Господа. Мы получаем Бхагаватам от преданных. Более того, мы знаем, что если непреданный материалист произносит Харикадху, говорит о Кришне, то эти рассказы могут превратиться в яд. Если же их произносит преданный, то мы вкушаем нектар. Поэтому Шримад Бхагаватам необходимо слушать из уст преданного. Итак, Бхагаватам — это наука о Кришне. Ах, the Kaništa Adhikari has no Shastra knowledge, so he's in a rather unfortunate position. He's in a very unfortunate position. Но поскольку Каништа Adhikari не умеет читать санскрит, он не понимает Шримад Бхагаватам, поэтому ему очень не повезло. Но поскольку Мадья Мадьякари изучает Священное Писание, можно сказать, что он более удачливый человек. Он изучает Шримад Бхагаватам. Но откуда он берет знания Бхагаватам? От других преданных. В этом необычайная важность общения с преданными. Именно от них мы получаем знания о том, как нам практиковать Бхагти. И не забывайте, что все это неотъемлемая частичка Кришны — это его Сварупа Шакти. Бхагти не есть продукт этого материального мира. Бхагти не исходит из сердца Кришны к преданным. И преданные проявляются как крантики, через которые вытекает эта Шакти. Пример можно такой привести. Существует генератор, который производит электроэнергию. Но чтобы получить свет, необходимо через провод подключить лампочку к этому генератору. И преданные — это как хорошие проводники, как провода. Если мы сделаем провод из алюминия или из обычного железа, то он будет не очень хорошо проводить электроэнергию. Но если это будет медный или серебряный провод, то электричество будет беспрепятственно проходить по нему. И вот преданных можно сравнить с такими медными или серебряными проводами, которые беспрепятственно проводят милость Кришны к нам. И преданный распространяет это создание Кришны в материальном мире. Как лампочки. Условно зажигают много-много лампочек. Это то, чем занимаются мадья-мадья-кари. Они распространяют осознание Кришны, милость Кришны всем живым существам материального мира. И по этой самой причине Верховный Господь очень любит, очень ценит таких преданных. Сам Господь изредка приходит в материальный мир и сам же здесь раздает свою милость. Но во все остальные времена, когда его нет, он использует для этой цели своих преданных. Иными словами, преданные, это инструменты в руках Господа, которые он использует для того, чтобы распространять в этом мире бахти. И в конце концов, Верховный Господь задумал весь этот материальный мир именно с одной, этой единственной целью. Для того, чтобы вернуть живые существа в духовный мир и занять их там любовным служением. Поэтому, очень важную роль в существовании этого материального мира играют преданные, в частности, мадья-мадья-кари. Поэтому, нам с вами необходимо уважать их, выражать им почтение, ведь они раздают бахти живым существам. Хотя, казалось бы, мадья-мадья-кари, это находится ступенью ниже утма-мадья-кари, тем не менее, мы должны выражать очень глубокое почтение мадья-мадья-кари. Безусловно, почитать и уважать нужно все живые существа. И на фоне всех живых существ мы, безусловно, почитаем и уважаем даже начинающих предных, каниш-то-мадья-кари. Но поскольку мадья-мадья-кари активно занят проповедью, ему мы должны выражать особое почтение. И, конечно же, утма-мадья-кари, которые все видят в связи с Верховным Господом, и каждого видят Его преданным, порой тоже вступают в проповедническую деятельность. И поскольку у них есть этот возвышенный уровень, мы должны также выражать им почтение, самое изысканное почтение, самое возвышенное. Но все преданные смотрят на проповедников сознания Кришны как на тех, через кого бхакти распространяется в этом мире. Они раздают бхакти, распространяют ее здесь от имени Верховного Господа. Именно поэтому мы выражаем почтение таким преданным. Может быть, вопросы у кого-то есть? Сегодня день явления Шилы Бхакти-Вино-да-Такура. Он является одним из величайших пионеров или первопроходцев Гаудия-Сампрадая. Можно с уверенностью сказать, что именно Он сказал о Господе Чайтании представителям современного мира. После поколения Бхакти-Вино-да-Такура в Индии начались какие-то политические движения, и была немножко сложная ситуация. И в то время, когда уже жил Бхакти-Вино-да-Такура, найти что-то о Господе Чайтании Махаправу было чрезвычайно сложно. Можно сказать, что сам Он встретился с учением Чайтании Махаправу лишь по случайности. Мы, конечно, с вами можем воображать, что в Бенгале точно все помнят Чайтании Махаправу. Конечно же, это имя на слуху у каждого, но чем занимался Чайтании Махаправу, чему он учил, какова его философия, это вовсе не всем известно. И в какой-то момент, неожиданно, Шрил Бхакти-Вино-да-Такура встретился с учением Чайтании Махаправу и стал изучать его. Это ему чрезвычайно понравилось. Он сказал, что это идеальная религия, идеальная философия. Бхакти-Вино-да-Такура пришел к выводу, что эта философия и эта религия являются совершенной. Поскольку эта философия включает в себя все остальное, но одновременно превосходит все остальные учения. В целом, движение Господа Чайтании в те времена было не в самом лучшем положении. И Бхакти-Вино-да-Такура понял, что теперь на его плечи возложена ответственность за распространение, за проповедь, учение Чайтании Махаправу. И чем он, собственно, и занимался повсеместно проповедуя, и также через написание статей и книг. Его произведения отличаются уникальным подходом. Очень часто в своих книгах он анализирует учения или философии современной ему и сравнивает их с Гаудия-Вайшнавской философией. Он очень хорошо понимал, что ему необходимо найти суть учения Чайтании Махаправу и сохранить ее для будущих поколений. И эту миссию Бхакти-Вино-да-Такура продолжил его выдающийся сын Шрила-Бхакти-Сиданда-Сарасвати-Такура, а затем ее принял на себя Шрила-Правупада. Но даже после ухода Шрила-Бхакти-Сиданда-Сарасвати-Такура в традиции Гаудия-Вайшнавизма, казалось бы, существовали по-прежнему какие-то проблемы. Сам Шрила-Бхакти-Сиданда-Сарасвати-Такура смог распространить Гаудия-Вайшнавизм по всей Индии. Он открыл очень много Гаудия-Мадхов. Также было много храмов в Майяпуре. Но как-то в 70-м или в 71-м году я был на Гауру-Пурниму в Майяпуре. И там ничего не происходило. Сейчас вы приезжаете на Гауру-Пурниму, и там тысячи, десятки тысяч людей. Но в тот раз, когда я приехал, я встретил лишь троих людей, которые брели по дороге. Я сам тоже был начинающим Бхактой и понятия не имел, что такое Гауру-Пурнима. Но так получилось, что мы в этот день постились. Мы стали ходить по всем храмам вокруг Майяпура, но так получилось, что ни в одном храме нас никто не встретил. Там никого не было. Вообще нигде никого не было. Это было вот 40 с лишним лет назад. Никто даже не приехал на Гауру-Пурниму. Но со временем мы видим, что очень многое поменялось. Иногда кажется, что какие-то вещи отходят на второй план, как-то затемняются. Но в другой момент мы видим, что эти традиции возрождаются. И так же Бхактивина Такур явился как раз в тот исторический момент, когда Гаудей-Вашнавизм, казалось бы, уходит в тень. И он посвятил свою жизнь восстановлению, возрождению этого движения. И так эта миссия его продолжается, и продолжалась до тех пор, пока я не принял на себя Шрила Прабхупада. И Шрила Прабхупада продолжил это дело, восстановление, возрождение движения Господа Чайтани. И сейчас мы имеем то, что мы имеем. Безусловно, нам необходимо всегда делать все возможное, чтобы такое ослабление движения, чтобы движение не уходило в тень. Это можно делать, если мы будем сохранять традицию, с одной стороны, и так же широко проповедовать с энтузиазмом. И в своей деятельности мы можем заручиться примером и вдохновляться примером Шрила Бхактивина Такура. С одной стороны, он пытался сделать все, чтобы сохранить эту традицию, но с другой стороны, он использовал все новые и новые методы для проповеди. И все эти методы, разнообразные новшества, были нужны для того, чтобы привлечь внимание людей к движению Чайтани. Мы можем черпать величайшее вдохновение и энтузиазм в примере Бхактивина Такура, в том, как он посвящал свою жизнь движению Чайтани Махапрабху. Одна из категорий людей, на которых делят Мадьяма от Икари, это невинные. Одна из категорий, это невинные. Но если бывают невинные, у них же есть карма, последствия их прошлых выборов. Безусловно, все люди в этом материальном мире так или иначе обусловлены. Но некоторые дживы испытывают ненависть к Верховному Господу. Мы говорим сейчас не о характере человека, не его тонком теле, но о дживе, самой душе, которая испытывает отвращение к Верховному Господу и всему, что с ним связано. Вот именно общение с такими людьми преданным избегает, поскольку пробить их невежество невозможно. Поэтому в своей проповеди преданный Мадьяма от Икари акцентируется свое внимание на людях, которые не испытывают такой ненависти и злобы к Господу. Безусловно, все они отягчены своей кармой, своими невежеством, Раджи-гуной, Тамагуной и недостатками многочисленными. Но, по крайней мере, они не противопоставляют себя в такой степени Господу. И так постепенно, общаясь с преднами, такие люди могут очиститься и развить какое-то хорошее отношение к Господу. И первое, в чем проявляется смена настроения живого существа, это шрадха или вера в Господа. Как только в человеке пробуждается вера, мы можем начать проповедовать ему или иными словами давать ему знания шастра, он сможет принять, если у него есть вера. Поэтому, когда мы используем это слово невинные, мы не имеем в виду совершенно чистых живых существ, которые уже стали чистыми преданными, но мы имеем в виду тех живых существ, которые не испытывают неприязни и злобы к Господу. Конечно же, Господь Читания чрезвычайно милостив. Он старается спасти даже оскорбителей и демонов. Но, как правило, преданные строят свои отношения с такими враждебными живыми существами в формате косвенной проповеди. Дают им просад, помогают им как-то очистить свою жизнь какими-то непрямыми методами. Таким образом, даже демоничные живые существа со временем изменятся. И тогда уже можно будет начать проповедовать им напрямую. Шимад Бхагава там рекомендует. Почему нужно поклоняться воплощению высшего вкуса? Это вопрос или утверждение? Наверное, вопрос. Почему нужно поклоняться воплощению высшего вкуса? Почему нужно поклоняться воплощению высшего вкуса? Если вы хотите высший вкус, то надо поклоняться ему. Если не хотите, ну, не поклоняйтесь. На самом деле, природа души — это счастье. Один из основных компонентов природы живого существа называется бокта, что означает, что живое существо любит испытывать определенный опыт, наслаждаться, пропускать его через себя. К сожалению, в материальном мире живому существу не приходится сталкиваться с настоящим счастьем, ибо здесь оно всегда разбавлено страданиями. И этот коктейль счастья и страданий не удовлетворяет ни одно живое существо. Поскольку страдания противоположны счастью. Поэтому все живые существа, даже живущие в материальном мире, стремятся к совершенному, полному счастью. И получить это счастье можно лишь единственным способом. Для этого необходимо избавиться от желания, от стремления стать счастливым в одиночку. Вообще, это в принципе очень сложно сделать. Отказаться от этого очень сложно. Я хочу счастье. Как я могу избавиться эту идею, если я хочу быть счастливым? Стать счастливым своими силами. Но как это можно сделать? Ответ в том, что для того, чтобы избавиться от стремления к собственному счастью, нужно научиться доставлять счастье Кришне. Но даже когда перед нами откроется высшее счастье, станет доступным нам духовное счастье, вечное счастье, нам захочется найти в нем самое высшее счастье. И вот это самое наивысшее счастье находится в Кришне. И для того, чтобы испытать это наивысшее счастье, нам необходимо поклоняться Ему. Конечно же, есть великое счастье в любовных отношениях, в любовном служении Нарисимхи или другим воплощениям Господа. Но в конце концов, наивысшее счастье именно в служении Кришне. И поэтому мы всем говорим, что вам нужно поклоняться Кришне. Это нужно не нам, не нашей организации. Это нужно каждой дживе, каждой душе. Конечно же, если живое существо предпочитает поклоняться Рамачандре, замечательно, это его личный выбор. По крайней мере, такое служение тоже будет вечным и исполненным блаженством. В Бхагавад-гите сказано, что душа не рождается и не умирает. Значит ли это, что в мире ограниченное, то есть конечное число душ, которое не увеличивается и не уменьшается? Ну, на самом деле, наш опыт не должен ограничиваться наше понимание, не должны ограничиваться одной вселенной. Вселенных бесчислено множество, как пузырей в море. И в каждой из этих вселенных живут бесчисленные дживы. И, опять же, этим вселенным нет числа. И, как правило, дживы рождаются, меняют тело за телом на новое тело в рамках одной вселенной. Поэтому, в каком-то смысле, можно сказать, что количество джив в данной вселенной является постоянным фактором. Но не забывайте, что еще есть Маха-Вишну, и в нем по-прежнему могут находиться какие-то дремлющие, спящие дживы. И им также нет числа. Поэтому посчитать у вас не получится. И, при этом, не забывайте, они все обусловленные. Но, помимо этого материального, есть еще духовный мир, где также бесчисленные живые существа. И все они совершенно свободны от любой обусловленности, полностью счастливы, свободны. Как увидишь, что все служат Шри Кришне, не являясь далеко Уттамадхи Кари? Как я упоминал, как правило, Мадья Мадхи Кари вовсе не видит, что все живые существа служат Кришне. Конечно же, он видит, что Верховный Господь, как Параматма, пребывает в сердце каждого. Более того, как Шиллабрупада упоминает в своем комментарии, предный видит, что джива, или атма, является неотъемлемой частичкой Верховного Господа. И поэтому, в каком-то смысле, она тоже является Богом. Также предный видит, что материальная энергия – это бахиранга шакти, или отделенная внешняя энергия Господа. И шакти, и шакти-ман, естественно, также неразделимы. Поэтому, находясь в материальном мире, такой предный выражает почтение как материи, так и дживам. Но поскольку нам необходимо также работать над своей духовной жизнью, развиваться, будучи Мадья Мадхи Кари с Тафами, мы должны делать определенные различия. Именно такое поведение помогает нам развивать свое сознание. Нам не нужно пытаться развить видение, которым обладает Уттамадхи Кари. То, как видит мир Уттамадхи Кари, является следствием любви, которая живет в его сердце. Поэтому мы не пытаемся подражать или вести себя так, как ведут себя имперсоналисты или йоги, думающие, что Верховный Господь и есть все сущее.